Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Спрос выше, чем предложение. Что происходит на рынке жилья в Барнауле и почему сейчас трудно снять квартиру? Стрижей не будет. В мэрии рассказали, как в этом году пройдет День города. Штрафы за громкую музыку в машине. Будет ли кто-то на самом деле считать динамики и наказывать рублем? 50% ожогов тела. Алтайские следователи уже завели уголовное дело. В горняке школьники облили 14-летнего товарища бензином и поднесли зажигалку. В итоге подросток оказался в больнице. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает, а следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Но тем временем в регионе из-за жары по-прежнему высокая пожароопасность. Сохранится она до конца рабочей недели. Спасатели говорят, все еще велика вероятность возникновения лесных и степных пожаров. В такую погоду она увеличивается в несколько раз. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендуют не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры на отдыхе, не бросать ни потушенные спички сигареты, а детям не позволять играть с огнем. И переходим к следующей теме. В больнице скончался еще один пешеход, которого сбил КАМАЗ на Змеиногорском тракте. Напомним, накануне водитель 88-го года рождения совершил наезд на трех женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Два человека погибли на месте происшествия. Третьего пешехода госпитализировали, но, к сожалению, женщина тоже умерла, как стало известно сегодня. Накануне следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для водителя КАМАЗа. И сегодня появилось еще одно неприятное видео уже на трассе Барнаул-Бийск. Как сообщают очевидцы, в районе Бийской развязки водитель сбил пешехода. Тело накрыто. На кадрах видно, что до надземного пешеходного перехода оставалось всего 100-200 метров. Все обстоятельства выясняются. И к другой теме. Водители будут штрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука. Эта новость накануне появилась в СМИ и вызвала волну обсуждений. Но так ли это на самом деле и как вытеснить гонщиков и особо громких меломанов с улиц города, выясняла наша съемочная группа. Шум в СМИ, который оказался громче самого шума. Новость о том, что водители будут штрафовать за установку дополнительных динамиков и усилителей звука, о чем ранее написали в ТАСС, оказалась фейком. Как нам сообщили в ГИБДД по городу, никаких указаний они не получали. Позже информацию о штрафах опровергли в МВД. На данный момент привлечь к ответственности любителей громкой музыки и рычания можно только за нарушение закона о тишине, как было и раньше, в вечернее время. Либо за незаконное внесение изменений в конструкцию машины. Например, за приматоки. Также установки различного оборудования на автомобиль, лебедок, усиленных бамперов, фаркопов. Если внесены изменения в конструкцию транспортного средства, таким несогласованные с ГИБДД, таким транспортным средством запрещено управлять, согласно правилам дорожного движения. Здесь же речь идет и о нештатных звуковых системах. Люди отдыхают так, катаются. Просто сидишь на лавочке, они проезжают. Вот сидим разговариваем, даже не слышно, вот неприятно. Ни интервью дать, ничего даже вот так. Но вас раздражает действительно. Очень даже, да. Но, как показывает практика, даже существующие штрафы мало кого пугают. В среднем это 500 рублей. В то время как установка нестандартных глушителей стоит в разы дороже. Вряд ли водитель захочет что-то менять из-за, по сути, копеечного наказания. А проблему эту можно решить лишь так, что это направить в какое-то русло. Вот люди любят тусить, громко слушать музыку. Даже неофициально. Определите площадки в городе, где это можно делать. За городом, там, не знаю, где у нас там вертолетка, леруа-мэрлентом, да хоть где. В каждом городе России, где мы были, даже вот в июне в Сочи, за городом есть площадки, где ребята собираются и тусуются. Никому не мешает. И вот эта так называемая сублимация, выплеск энергии вот этой бешеной, она там происходит. А пока главный проспект города и спальный район, в вечернее время становятся то гоночные трассы, то место музыкального захвата. И есть большие сомнения, что метод кнута, то есть штрафы, могут что-то изменить. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Сын бывшего замгубернатора края Юрия Денисова объяснил, что стало причиной отказа в условно-досрочном освобождении отца. Напомним, экс-чиновник с июля 2017 года отбывает 8-летний срок в Рубцовской колонии за взятки. Документы об УДО от Денисова поступили в суд 4 августа. Однако выяснилось, что во время нахождения в СИЗО у бывшего чиновника случился инфаркт. Именно поэтому он много лежал, а это является нарушением. К нарушениям относится и тот факт, что Денисов несколько раз не держал руки за спиной в присутствии сотрудников изолятора. Однако, по словам сына, на этом нарушения заканчиваются. В Рубцовской колонии подобных претензий к нему не было. Группа неизвестных вооруженных лиц захватила спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» у села Бобровка. Такова легенда антитеррористических учений оперативного штаба, которые стартовали сегодня. Среди условных заложников студенты педагогического университета и работники лагеря к месту происшествия выдвинулись подразделения ФСБ, МВД и МЧС. В ходе учений силы спецподразделений оперативно оцепили и блокировали объект, а также нашли и обезвредили, вероятно, заложенные взрывные устройства. Также на базе Бобровской среднеобщеобразовательной школы временно развернули пункт первой помощи пострадавшим. Завтра учения продолжатся. Жители Барнаульской многоэтажки боятся выходить из своих квартир. По их словам, крыша многоквартирного дома вот-вот обрушится. Но аварийную кровлю, куски которой уже начали падать на людей, специальные службы ремонтировать не спешат. Почему в проблеме разбиралась Валентина Аскерова. Отвалился камень. Я сама подхожу к балкону, хотела выйти на балкон. Как все повалилось, я думала, война началась. Я от страха присела. Лидия Васильевна отделалась испугом. А вот ее соседке не повезло сильнее. Кусок кровли рухнул на голову. Потом смотрю, женщина сидит вот тут вот на колесах и за голову держится. А сын приносит ей этот снег, чтобы кровь-то не бежала. Экспертиза показала, кровля аварийная и опасная для жизни. Уже четыре года жильцы обивают пороги своей управляющей компании ДЭС-1. Безрезультатно кровлю не ремонтируют. Жильцы даже мысленно пытаются запрограммировать на помощь директора УК. Вот у меня есть вот его потреб. Он здесь такой пишет. А у меня такой, знаете, что ли? А не остаться ли было бы ему трактористом порога? Ольга Касаткина неоднократно просила помощи от ДЭЗа. Но кровля как протекала, так и протекает. Женщина пережила инсульт, и бороться с УК уже не осталось сил. Я почему не стала ходить так, потому что он, видите, что там сырое, оно отпало. А это как давно, так я уже ремонт не делаю три года. Планируется ремонт регионального оператора, отдали в КМЖХ, там поставили на очередь. Текущее содержание, ну текущий ремонт такой, если где-то побежит, мы устраняем, делаем. Ждем, когда очередь подойдет у них. Более конкретной даты по капремонту нам не назвали. Мало того, что люди живут практически без крыши над головой, так еще и не могут добиться ремонта в подъезде. Недавно специалисты УК покрасили лестничные пролеты. Но то ли краски не хватило, то ли это модный арт-дизайн. Жильцы так и не поняли. Пришли замазали дырки, а потом помазали сверху синей краской, а потом пожаловали с голубой краской, сказали, деньги закончились. Но мы же люди, мы же не бомжи, как в таких вот условиях можно жить? Ни текущего, ни капитального ремонта жильцы не видели уже несколько десятилетий. В управляющей компании нам пояснили, что средств на счете дома почти нет. Все деньги якобы ушли на спиливание аварийных деревьев. И как только баланс пополнится, коммунальный дизайн сойдет на нет. Власти Новоалтайска предложили жителям временное жилье. Речь идет о людях, в квартире которых накануне обвалился потолок. Семья готова переехать, но куда и когда об этом им пока не сообщили. Ясно одно, возмещать ущерб ширинам никто не собирается. Управляющая компания пообещала убрать отверстие в потолке и поставить подпоры. Напомним, дом не признан аварийным. В комнате поменяется перекрытие, в кухне тоже поменяется перекрытие, ремонт. О возмещении там душевой кабины, дивана, ковра и шкафа речи не идет. Ничего управляющая компания, директор не сказал. Дали написать заявление о временном размещении. А вот я написала. К слову, переехать предложили всем жителям дома. Но сейчас им придется больше платить за капремонт, чтобы в следующем году появилась возможность полностью отремонтировать потолок в одном из квартир и заменить крышу на всем здании. На Барнаульском рынке недвижимости спрос выше, чем предложение. Арендовать подходящее жилье в краевой столице сейчас задача не из легких. С чем связан квартирный дефицит и какие сложности испытывают нуждающиеся в съемном жилье – в сюжете София Яценко. Вот уже несколько недель Константин просматривает объявление о сдаче жилья. Время идет, но ситуация не меняется. Выбора как не было, так и нет. Причем найти квартиру не получается не только в центре города. Вариантов не хватает и на окраине. С проблемой столкнулся, не для себя еще, но есть необходимость найти квартиру, причем довольно срочно. Конечно, была информация о том, что стало достаточно много сейчас жилья, которые построили новостройки. Причем очень много построили именно таких квартир небольших, то есть там, человейников так называемых. И думалось, что там-то точно есть свободное жилье, но на самом деле его сейчас нет. По словам специалистов, причин такого жилищного дефицита несколько. И в первую очередь проблема в сезоне. К началу нового учебного года в краевую столицу приехало много студентов. Пик спроса приходится на конец августа, когда родители задумываются о том, где будут жить их дети. А в этот период и цены немножечко корректируются, да, кто дороже пытается сдать подороже. А дальше идет совершенно спокойный отток спроса. Дети заселены, можно спокойно дальше заниматься поиском жилья, которое бы, скажем так, устраивало обыкновенную молодую семью, которая ищет сегодня квартиру, потому что решили жить самостоятельно. Однако проблема не только в выборе жилья, но и в цене. В последнее время заметно выросла стоимость аренды. И на это есть свои причины. Все-таки идет у нас удорожание, удорожание и коммунальных какой-то степени платежей, и продуктов, и всего. И, конечно, собственники жилья говорят, ну, все подорожало, почему мы цену не поднимем. А второй сегмент довольно интересный, связан с тем, что на рынке стали появляться все больше и больше квартир, готовых к проживанию как в виде апартаментов. Специалисты прогнозируют, что уже через месяц ситуация нормализуется. А чтобы избежать такой проблемы с поиском жилья в будущем, советуют начинать искать место для проживания заранее. Лучше за полгода. Тогда найти себе уютное гнездышко в желаемом районе и по доступной цене будет значительно легче. София Яценко, Алексей Фризин. День с толком. Сотни жителей Алтайского края встретились с экс-кандидатом в президенты Павлом Грудининым. В преддверии масштабных выборов политик совместно с лидером алтайских коммунистов Марии Прусаковой общались со своими избирателями на местах. Экс-кандидат в президенты побывал в нескольких городах и районах края. В Рубцовске навстречу пришли больше 500 человек. Компартия выдвигала Грудинина в Госдуму. Однако ЦИК кандидатуру сняла. Якобы из-за имеющихся иностранных активов. У нас любого могут снять по любому надуманному предлогу. Мы живем в неправом обществе. Сейчас в Госдуму баллотируется Мария Прусакова. Грудинин ее поддерживает. Мария прокомментировала противостояние между КПРФ и партией коммунисты России. Накануне стало известно, чем закончились судебные баталии между партиями. Так суд определил, что авторские права на музыкальную композицию в своем агитролике Прусакова не нарушила. После этого представитель кандидата от коммунистов России заявил об отзыве из Кокмарии. Грудинин и Прусакова также отметили, что ощущают мощную поддержку избирателей. Что может помешать КПРФ набрать высокий процент голосов на выборах, по их мнению, низкая явка. 12 километров распределительного газопровода запустили сегодня в селе Луговой от Альменского района. В ближайшее время к голубому топливу смогут подключиться 132 дома. Газопровод построен по государственно-частному партнерству. И по словам властей, большая заслуга в этом самих жителей, которые своей инициативой ускоряли процесс. Анастасия Дороган продолжит. Загорается голубой огонь. Вторая линия распределительного газопровода в Луговом. 12 километров, которые подведут голубое топливо к 12 улицам, до этого неохваченным газификацией. В ближайшем будущем комфорт придет в 132 дома, а до конца года и в другие поселки, обещают власти. В краевом бюджете заложили на 2021 год порядка 400 миллионов рублей, вот именно на выполнение работы на строительство внутрипоселкового газопровода. Мария Поздняк, одна из первых, вошла во вторую линию подключения и уже привыкает к газу в доме. Говорит, непривычно удобно после 16 лет с печным отоплением. Утром уедешь, приедешь с работы, дома холодно, пока натопишь, уже нужно ложиться спать. Утром встаешь, та же самая картина. Вот и получается, мы топили один раз. Будет теплее и, надеется, выгоднее. Уголь и дрова обходились и в десятки тысяч рублей. Сейчас на правах первопроходца Тальменский район занял важное место в газификации края. Мы получили спецназбавку к тарифу на транспортировку. И Тальменскому району в этой программе мы уделили особое место, потому что это первый район, который был газифицирован в 1995 году. Самое большое количество распределительных газопроводов именно по Тальменскому району – это 9 газопроводов. Все это должно ускорить путь голубого топлива в дома жителей края. И это помимо государственной программы до газификации. Благодаря ей газу смогут подключиться 6 тысяч тальменцев, а в рамках края больше 103 тысяч человек. Анастасия Дороган, Алексей Фризин. День с толком. Массовые гуляния, концерты и фейерверки. Так, с размахом по традиции отмечается День города. Свой 291-й день рождения Барнаул отпразднуют 11 сентября. Однако развлекательная программа этого года будет заметнее скромнее предыдущих. Анна Рашагирова продолжит. Из года в год празднование Дня города становится целым событием для барнаульцев, по-своему уютным и долгожданным. Тут и там песни, танцы, угощения и народные гуляния. И зачастую помехой для веселья не становится ни плохая погода, ни сложная педобстановка, как показал прошедший год. Да и в этом, как выяснилось, люди не прочь повеселиться. Как говорил наш соотечественник, наш житель Алтайского края Васильмакай Шукшин, человеку нужен праздник. Поэтому я за праздник. Если, учитывая антиковидные все меры соблюдая, то, безусловно, праздник для горожан должен быть, но с мерами предосторожности. День рождения Барнаула отпразднуют уже в эти выходные 11 сентября. Но, судя по афише, будет он явно скромнее, чем все предыдущие. Соревнования шахматистов, гастрономический фестиваль и выставки, праздничные площадки будут работать во всех районах краевого центра. И, конечно же, большой праздничный концерт пройдет в Центральном парке. Вот только вместо живых выступлений зрители увидят артистов на большом экране. Массовых гуляний не будет. Кроме того, барнаульцев лишили одного из самых долгожданных моментов – праздничного салюта. Но, в общем-то, реакция горожан примерно одинакова, и если коротко… Совершенно не расстроена, он каждый год бывает. И на 9 мая, и на День города. Так что я бы не сказала, что это великая потеря. Зато большое внимание власти города уделили оформлению улиц. Праздник, так как, говорится, он в душе. А в День рождения города лучше все-таки поберечь себя и воздержаться от многолюдных компаний. Надеюсь, что у нас барнаульцы, они отличаются от животного мира, потому что здесь будут руководствоваться не инстинктами, не приобретенными рефлексами, а все-таки будут руководствоваться своим разумом. Празднование Дня города начнется уже в пятницу. В администрации подведут итоги работы за минувший год и наградят почетных жителей Барнаула. Напомним, краевой столице в этом году исполняется 291 год. Анна Рашагирова, Александр Антропов. День с толком. Пошли в обход системы и остались в плюсе. Алтайские подростки воспользовались пушкинской картой не по назначению. Театрам и музеям молодые люди предпочли концерт популярных звезд. К слову, купить билеты на средства карты, которые предназначены только для посещения культурных мероприятий, юным мошенникам удалось. Об этом они и сами сознались в соцсетях и СМИ. По словам кураторов проекта «Пушкинская карта», система действительно пока несовершенна и могла дать сбой. Правда, сейчас проблему уже устранили. Одним билеты на концерт аннулировали. Некоторым хулиганство простили. Лимит у этих молодых людей на счету пушкинской карты восстановлен полностью, для того, чтобы они посещали именно те мероприятия, которые акцептованы советами. Напомним, «Пушкинская карта» – всероссийский проект, который позволяет молодежи за счет государства посещать театры и музеи. С 1 сентября акцией воспользовались более полутысячи жителей края в возрасте от 14 до 22 лет. Оформить карту можно на сайте госуслуг. Там же есть перечень событий. К слову, номинал карты с нового года увеличится с 3 до 5 тысяч рублей. Классический сюжет и современная музыка. Герои Пушкина, Дубровский и Мария по-новому предстанут перед зрителями на сцене Алтайского музыкального театра. Премьерный показ мюзикла состоится с 9 по 11 сентября. Наша съемочная группа побывала на одной из финальных репетиций. Такая Маша Троекурова и сам Дубровский понравятся любому школьнику. На сцене музыкального театра герои классических романов танцуют и поют. Причем не старинные романсы, а вполне современные эстрадные песни. Мюзикл-ревью требует от актера больших умений. И петь, и танцевать, и говорить, и не говорить. И красиво существовать. Все будем делать. На этот раз и оркестр один из участников действия. Он находится не в оркестровой яме, а прямо на сцене. Это благодаря ему известные мелодии звучат по-новому. Однако сам пушкинский сюжет остается прежним. Все та же неприязнь двух помещиков-отцов, переписки влюбленных и расставание. Я по образованию драм-актер, и все время нужно почувствовать такое. А здесь нужно суметь так ярко, так искрометно играть, чтобы ты заполнил весь зал. И суметь это накопить просто за 30 секунд, скажем, ты должен успеть сыграть все. Мюзикл-ревью для алтайских зрителей пока новшество. Произведение, написанное российским композитором Кимом Брейдбургом и поэтом-песенником Кареном Кавалеряном, уже показали в Новосибирске, Кемерове, Оренбурге и в других городах. Во всех отношениях спектакль для нас абсолютно новый, и мне кажется, что зрителю должно это полюбиться, поскольку мы большое удовольствие получили от работы с этим материалом, и с удовольствием, мне кажется, входим в новый сезон такой яркой, красивой премьерой. К слову, для режиссера это и крайняя работа на алтайской сцене. Впереди новые спектакли, но уже в пермском тюзе. А вот премьерный показ Дубровского состоится через несколько дней, 9 сентября. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком. Две бронзы и одно серебро – таков успешный дебют барнаульской канаистки Софьи Штиль на первенстве мира. Соревнования проходили в Португалии. Первую бронзу Софья взяла на дистанции в 500 метров в паре со спортсменкой из Воронежа. Дистанция на 200 метров с канаисткой из Самары были более удачными – серебро. Еще одну бронзу Софья выбила на 500 метрах в составе четверки. По словам тренера-спортсменки Михаила Волкова, это были первые такие крупные соревнования Софьи. И результат, который она показала – три медали, лучший, какой только мог быть. Говорит, Софья Штиль тренируется как канаистка уже 6 лет. Все эти годы под началом Михаила. Это был мой первый набор. Она пересела из байдарки в каное. В спортсмене в этом уже видно было. Выполняла задачи, цели тренера. И были, главное, свое желание. Сейчас она переходит в параллель уже до 24-х. Это молодежь. Там уже девушки, так сказать, постарше. Но мы будем руки не опускать, работать. И целиться на Париж – это минимум. Париж – это Олимпиада 2024 года. Такие масштабные дальние цели у тренера с подопечной. А более близкие старты будут в следующем году соревнования Европы и мира, которые тоже должны пройти успешно. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 24-й кнопки в социальных сетях. Напоминаю, телефон нашей редакции – 205-545. Через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире.